Здравствуйте, друзья мои, с вами Юлия Абермайер, и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику Sportslight и у кого к нему есть сборник упражнений. Открывайте, пожалуйста, страницу 64. Будем делать номер 4. Нам необходимо выбрать нужное слово и обвести номер правильного ответа. 1. Попугай говорит сейчас. В предложении мы видим слово now. Это слово-маячок Present Continuous Tense. Настоящего продолженного времени. И мы знаем, что в этом времени нужно употребить to be и глагол с окончанием ing. The parrot is talking now. Be. Look at the tortoise. Посмотрите на черепаху. Здесь мы понимаем, что посмотреть нужно сейчас, и какое-то действие происходит сейчас, в данный момент. Это снова Present Continuous Tense. Настоящее продолженное время. А в нем нам необходим глагол to be, и другой глагол с окончанием ing. It is working. Она идет. C. Мы часто ходим в зоопарк. В предложении видим слово often. Это определяющее слово Present Simple Tense. Настоящего простого времени. We often go to the zoo. Мы часто ходим в зоопарк. D. Животные не играют в данный момент. At the moment. Это слово-маячок Present Continuous Tense. The animals aren't playing at the moment. Животные не играют в данный момент. И. Они готовят еду для животных каждый день. Это Present Simple Tense. Настоящее простое время. Мы видим в слово-маячок everyday. Каждый день. Значит, правильный ответ make. They make food for animals every day. И последнее F. Мы не кормим животных в зоопарке. Это правило зоопарка. Это значит, что мы не кормим постоянно, регулярно. Это Present Simple Tense. We don't feed animals at the zoo. It's a zoo rule. Ну вот и все упражнение, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский 4 класс». Скачивайте его на свой телефон или планшет. Выбирайте свой учебник. Далее выбирайте юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете заниматься в своем темпе или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. А потом можно начинать тестирование. Выбирайте один из пяти тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов и аудирование. Ничего лишнего. Только то, что есть в вашем учебнике. Сегодня это самый лучший помощник школьнику. Ссылки я вам оставлю в видео и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение «Английский 4 класс». С вами была Юлия Абермайер. До новых встреч!